Субтитры создавал DimaTorzok Которое нельзя назвать курортным, так как оно находится достаточно далеко от моря Но наряду со всякими достопримечательностями вполне подходит для вашего посещения Тем более, если вдруг погода, не подходящая для купания загорания Или на море шторм То вы можете не сидеть в номере, а с пользой и удовольствием провести денек в другой обстановке А именно, посетить аул Наджига Местные говорят Наджиго В этом ролике я расскажу, чем может привлечь аул Наджига отдыхающих Для начала, как туда добраться Первый вариант из Лазаревского на прямом автобусе Либо с любой точки на побережье на электричке До остановки Дружба в поселке Макапсе Поселок надо пересечь и выйти на трассу к мосту через реку Там начинается дорога до Наджига Отсюда до аула 8 километров Я бы посоветовал пройти это расстояние пешком Хотя бы в одну сторону Во-первых, по дороге вы увидите много интересного А во-вторых, подвигаете ногами В наши дни это всем будет полезно Что можно увидеть по пути? Параллельно дороге, в каменистом русле, бежит река Макапсе На всем протяжении пути вокруг горные пейзажи Дорога покрыта хорошим асфальтом Машин очень мало Кругом тишина Свежий воздух По правую сторону будет крошечный поселок Дубравка Всего одна улочка И подвесной мостик туда Дальше слева от дороги Несколько садов, где растут грецкий орех и инжир Орехи созревают поздней осенью Так что попробовать их нам не удалось Затем, примерно на пятом километре Слева, через подвесной мост Находится этнографический центр адыгской культуры Барс Там есть небольшой музей народного быта А во дворе находится Дальмен Буквально в ста метрах далее, возле реки Есть прокат квадроциклов и конные прогулки Но мы были здесь в конце сезона И лошадей уже не было Также слева от дороги лежит большой обломок скалы Для привлечения туристов его назвали Камень желаний Ну а затем, через пару километров Мост через реку Макапсе И начинается аул Наджига Он лежит в живописной долине Между довольно высоких зеленых гор Несмотря на то, что мы были там в дождь Аул нам очень понравился Здесь всего пара улиц Зыхы и Тхытам Домов мало Жителей не более ста человек Но при этом дома в большинстве очень приличные И скорее напоминают современные коттеджи Я много путешествую по Уралу Бывал во всяких поселках и деревнях Но Наджига отличается тем Что перед домами и вдоль заборов Нет ни ржавой старой техники Ни мусора Ни каких-нибудь стройматериалов Везде чистота и порядок В этом ауле подавляющее большинство жителей адыги Они являются малым коренным народом И для них существуют разные льготы Именно поэтому сюда ведет отличная дорога Ходят рейсовые и школьные автобусы Есть современная спортивная площадка для баскетбола Почти у всех во дворах хозяйство Куры, козы, огород У многих есть и земельные наделы С фруктовыми и ореховыми садами И налог на них адыги не платят Так что уровень жизни здесь достаточно высокий В центре аула, там где автобусная остановка Есть магазинчик Небольшой, но все необходимое присутствует И цены не выше, чем на побережье Рядом дом культуры, администрация И памятник погибшим в Великую Отечественную войну Наджига – это отправная точка маршрута На гору Большое Псиушхо Ее видно из любой точки аула Мы на ней тоже побывали Об этом смотрите в другом ролике этой подборки В левой части начинается дорога до водопадов Наджига Два километра от аула Про водопады у меня тоже есть ролик Но лучше, конечно, увидеть их своими глазами А главная достопримечательность аула Наджига – огромный старый дуб От остановки и магазина надо пройти налево И по переулку подняться вверх метров 150 Дуб выглядит весьма впечатляюще Такой коренастый, с густой кроной и очень толстым стволом Сколько ему лет, никто не знает Ведь он появился здесь задолго до людей Кто-то говорит 500, кто-то 1000 Но все это предположения Если вам известно и источник заслуживает доверия Пишите в комментариях Мы разговаривали с жителем аула Адыгом, который там родился И он сказал, что в интернете про название аула написано много ерунды Которую сайты друг у друга перепечатывают Название Наджига примерно означает «Слезы старого сердца» К сожалению, адыги постепенно ассимилируются Говорят все больше на русском И утрачивают глубокое знание своего языка И потому возникают разные трактовки древних названий Печально, что Россия раньше обижала этот народ Пару веков назад войска империи выгоняли местное население с этих земель Убивали мужчин-защитников Потом, правда, им снова разрешили селиться в родных местах Но и сейчас к этим народам относятся несправедливо Например, тем, кто завоевывал Кавказ и убивал местных Ставят памятники в крупных городах того же Кавказа А защитникам своей земли, адыгам, черкесам Даже в маленьких аулах памятники ставить не разрешают Причем местные сами собирают средства Они из российского бюджета просят Вот такой он аул Наджига Если тут побываете, думаю, разочарованы не будете Можно за день и до горы Большой Псеушхо сходить И на водопады Да, не близко Но у нас получилось Ну а обратно к морю можно доехать на автобусе Его расписание есть на остановке в центре аула Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!